Во имя Иисуса. Аминь. Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Я приветствую всех особенных, прекрасных зрителей телеканала ТБН. Пусть Бог благословит каждого из вас у ваших мониторов, у ваших экранов. Каждого, кто нас сегодня видит и слушает и присоединился к этому богослужению. Мы собрались, чтобы поклониться Богу. Здесь вы находитесь близко или далеко. Пусть Господь царствует, через свое слово открывается и касается своим духом. Аминь. Сегодняшняя проповедь называется так. Чем страшна фарисейская закваска? И это определение вообще вышло из уст самого Господа Иисуса Христа. Поэтому стоит задуматься, что же интересно это означает, о чем предупреждал Иисус Христос. И насколько это важно и актуально сегодня для современной церкви, а не только тогда, когда жили фарисеи и саддуки. И я хочу проиллюстрировать вам то, в каких условиях это прозвучало. Иисус, как обычно, находился в окружении народа. Рядом с ним, как обычно, находились его любимые ученики. И вдруг к нему приступают фарисеи. Это записано в Евангелии от Матфея в 16 главе с 1 стиха. К нему приступают фарисеи и саддукеи и искушают его, и просят, чтобы он как-то подтвердил свою божественную принадлежность, и чтобы он дал какое-то знамение. А он отвечает им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, то есть, ну, пустое ведро, то есть, хорошая погода безоблачная, да, сухая, потому что небо красным. А поутру сегодня не Настя, потому что небо багрово. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, и оставив их, отошел. Вы только представьте, Сын Божий, Который оставил небеса, Который пришел на эту землю, Который по виду стал, как обычный человек, Бог, стал по виду, как обычный человек, Он сделал просто невероятное, Он сделал сверхъестественное, Он пришел на эту землю ради нас, ради людей. И вдруг Он сталкивается с определенной категорией людей, от которых отворачивается и уходит в сторону. И я перечитываю, Господи, я правильно понимаю то, что здесь написано? На самом деле, Ты, Который пришел к людям, вдруг отворачиваешься от них, оставляешь их самими, с собою и уходишь. Я перечитывал, пересматривал, вникал в этот текст, и ничего другого не нашел. На самом деле, Иисус Христос отвернулся от этих людей, оставил их и ушел. Одно я понимаю, я не хотел бы оказаться в категории таких людей, от которых Иисус отворачивается и уходит. Возможно, они кричали что-то вдогонку, возможно, они обвиняли Его как-то, возможно, они предъявляли Ему какие-то еще претензии, но Он игнорировал их. А потом, по всей видимости, настолько задел Его этот разговор, Он оборачивается к Своим ученикам и говорит, остерегайтесь, берегитесь, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Дело в том, что еще недавно они были на другой стороне Галилейского моря, и там Бог совершил чудо. Там Иисус взял несколько хлебов и, значит, накормил четыре тысячи человек, и все были сыты, довольны, и еще семь коробов полных хлеба они набрали. У них все это свежо, они впечатлены тем, какое чудо Иисус сделал. Они впечатлены. Было несколько хлебушков, а в результате наелось четыре тысячи человек, и осталось семь полных коробов, корзин, точнее. И они размышляют сами в себе или между собой. Ну да, конечно, надо беречься закваски фарисейской. По всей видимости, Иисус, конечно, об этом. Семь коробов оставили, как мы могли. Семь коробов хлеба. Ну да, конечно, сейчас это забродит, наверное, как-то заквасится, да, превратится в закваску такую, фарисейскую такую. Семь коробов фарисейской закваски и саддукейской еще. Я не знаю, как они размышляли, как они придумали такую теорию, да, но Иисус оборачивается к ним и говорит, «Ребята, вы кроме хлеба еще о чем-нибудь думать можете?» Дорогие мои ученики, проблема не всегда в том, что вы хлеба лишились. Вы о чем-то другом можете услышать. Не об этом я говорю. Иногда мы оцениваем успех в своей жизни или не успех по тому, сколько у нас хлеба. Ну, под хлебом подразумевается все наше материальное обеспечение, да. Если мы чего-то лишаемся, о, проблема в жизни. А если отношение с Богом нарушается, откликается ли это у нас, что это на самом деле проблема? А если мы не слышим Бога, касается ли это состояние нас, что у нас какая-то проблема? Однажды Иисус сказал фарисеям, тем же, которые предъявляли, что вот ученики не постятся, мы постимся, Иоанновы ученики постятся, а твои ученики не постятся. И Иисус им говорил, а что им поститься? С ними жених. В этом весь суть поста. В этом весь смысл. Все, что мы делаем, чтобы жених был с нами, чтобы Христа нам слышать, чтобы Бога нам понимать правильно. И потом, говорит, вот отнимется у них жених, тогда будут поститься. Иисус ожидает, что мы влюбимся в Него настолько сильно, что когда мы не будем ощущать Его присутствие, мы будем делать все, мы будем отказываться от пищи, поститься, взывать к Нему и ожидать, что Его близость опять будет, Его присутствие мы опять ощутим. И Иисус, придя на эту землю, Он рассчитывал, что мы, которые влюбимся в Него, которые поверим Ему, что мы будем так же страстно потом искать Его присутствие и стремиться к Нему, так же страстно, как Он оставил небо и пришел на эту землю. Итак, Иисус говорит, ребята, не в хлебах дело, понимаете, не о хлебе, я сказал вам, 11 стих, дальше читаем, поверьте, Он перед этим говорит, посмотрите, неужели вы не видите весь опыт нашего служения, неужели вы не видите, как это было, когда у нас было 5 хлебов всего и сколько корзин вы набрали? 12, ну это в другом месте написано, а когда у нас всего 7 хлебов было и 4000 мы накормили, сколько еще корзин вы набрали? 7 полных корзин, мне так нравится, когда Иисус приводит такие примеры, потому что, знаете, такие примеры, когда что-то произошло сверхъестественное, и думаешь, ну да, это, да, произошло, но это же раз в жизни такое бывает, но то, что показывает здесь Иисус, Он говорит, не переживайте об этом, я же обещал вам, что это будет прилагаться, вы не останетесь голодными, вы не будете помирать с голода, я позабочусь о вас, это то, что прилагается, это не то, что надо ставить в центр своей жизни, это не то, о чем только надо думать в своей жизни, и это не то, почему надо оценивать успех, можно приобрести весь мир, иметь весь хлеб на этой земле, и душе своей повредить, а можно доверять Богу, и Он даст тебе все потребное для жизни и благочестия, аминь. И так Иисус говорит, не о хлебе Я вам сказал, об этом не надо вам больше переживать, но Я говорил вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. О, оказывается, о чем речь? Оказывается, Иисуса насторожило учения, Он увидел определенное учение, определенный ход мыслей, и у меня вопрос, что же это за учение такое, которое Иисус терпеть не мог? Так, что отвернулся от представителей такого учения, проигнорировал их и ушел вообще от них. Что же это за учение, Господи? Есть ли опасность, что мы можем оказаться в каком-то таком лжеучении? Но если вы посмотрите, чему учили фарисеи и книжники, то они не учили, не было, знаете, такого учения о лицемерии. Вы слышали когда-нибудь семинары про лицемерие? Никогда не был никто на семинарах по лицемерию? Нет, вы подумайте, да вообще это не про нас, там, наверное, семинары такие были. Да нет, друзья мои, тогда не было таких семинаров. Но Иисус назвал вот это, назвал учением фарисейским и саддукийским некоторое мышление, с которым он столкнулся, с некоторой позицией в жизни, с которой он столкнулся, когда разговаривал с представителями, значит, вот такого мышления. Я думаю, что Евангелие от Луки, 12 глава, поможет нам больше в этом разобраться. Евангелие от Луки, 12 глава, с 1 стиха. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он, Иисус, начал говорить сперва ученикам Своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Вот, оказывается, в чем суть этого учения фарисейского. Это лицемерие. Я, конечно же, сразу обратился к словарям, я посмотрел, значит, то, что показывает словарь «Стронга» с греческого языка, и вот дословный перевод. «Лицемерие» – это притворство и симуляция. «Лицемер» – это в переводе с греческого «притворщик» и «симулянт». «Притворщик» и «симулянт». Эти люди, они подстраиваются под вид благочестия. Эти люди, они притворяются, как будто они ищут Бога, как будто они стремятся Ему угодить, как будто они хотят исполнить Его волю, но в сути их мышление находятся совершенно другие цели. Они хотят жить для себя. Они хотят достигать своих целей прямо сейчас на этой земле. Они не помышляют о горнем, и они не готовы жертвовать чем-то на этой земле ради того, что это было горнего достичь. Вы знаете, я уверен, что Иисус не случайно сказал не просто учение фарисейское, Он сказал «закваска». Вы знаете, что делает закваска? Хозяйки лучше, наверное, знают, что такое закваска. Это что-то маленькое, незначительное, то, что потом заквашивает все тесто. Видели вы когда-нибудь, чтобы закваску вы положили в тесто, и вот часть теста заквасилась, а часть не заквасилась. Плохая какая-то закваска. Я не знаю, может быть, я дилетант в этом деле, но я не видел. Я понимаю, что когда заквашивается, заквашивается все тесто. Все заквашивается. Она маленькая сначала, она незначительная сначала, эта закваска, но потом она овладевает всем, опасность этого фарисейского мышления в том, что оно овладевает всей жизнью, овладевает всем тестом и извращает его. И когда Иисус столкнулся с представителями вот этого мышления, то есть с теми, кто были обладаемы вот этой закваской фарисейской, Он не захотел даже разговаривать с ними дальше. Такое ощущение, как будто с такими людьми разговаривать бесполезно. У них своя ценность, у них свое мышление, поэтому Иисус отвернулся от них и ушел. Итак, учение фарисеев Иисус назвал лицемерием, а представителей этого учения Он назвал лицемерами. Я прочитаю дальше, потому что дальше я вижу, Иисус начинает показывать признаки такого мышления, признаки лицемерия. Я никогда раньше так этого не видел, но когда готовился к этой проповеди, то шаг за шагом я обнаружил, насколько последовательно Иисус все говорит, видя перспективу такого мышления, которое будет заражать всю жизнь. Итак, Иисус дальше продолжает. Второй стих. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и нет ничего тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого боятся. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария. И ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня перед человеками, и сын человеческий исповедает перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет и перед ангелами Божьими. И последний стих. И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Вот к чему приводит вот это мышление фарисейское, которое захватывает всю жизнь. Люди привыкают. Люди, они в этом учении научаются, как надо жить так, чтобы и вид благочестивый сохранился, чтобы все понимали, что это верующий человек, но при этом не потерять что-то свое на земле, при этом продолжать жить для себя. Это же профессионализм определенный достигается. Это же развивается человек в этом мышлении. Друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что я не вижу, чтобы Иисус обличал кого-нибудь так, как Он обличал фарисеев, как Он обличал вот этих лицемеров. Двадцать раз в Новом Завете Дух Святой подчеркивает слова Иисуса. Лицемеры, 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 лицемеры. Он назывался другом мытарей и грешников. Он не обличал никогда так мытарей. Он не обличал никогда так грешников, убийц, воров, проституток. Он старался покрыть, но Он всегда противостоял лицемерам. Он говорит, лицемеры. То называл их гробами окрашенными, которые внутри кажутся людям, которые снаружи кажутся благочестивыми, красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты, мертвичины. Он называл разными словами. Просто страшно, какие слова выходили из уст Господа, когда Он обличал лицемеров. Я бы не хотел оказаться в этой категории людей, потому что это мышление, оно приводит именно к хуле на Духа Святого, о которой говорил Иисус. Он всегда этому противостоял. Он всегда этому мышлению противостоял. Он раскрывал мышление этих людей. Он говорил, вы хорошо научились, что надо почитать отца и мать, и вы учите, что надо почитать отца и мать, но когда вам это невыгодно, тогда у вас появляется другое понятие – карван. То есть дар Богу то, чем бы ты от меня попользовался. То есть я понимаю, что мне надо сделать какое-то дело, и здесь папе и маме помочь. Ну, понятно, что надо почитать отца и мать, что же делать, мне это невыгодно. Ага, я знаю, что сделать. Я зайду по пути в церкви, я поставлю свечку, я сделаю какое-то пожертвование, я сделаю какое-то доброе дело по пути. Ну, я же Богу служил. Ну, да, послужил пять минут, и потом все остальное время потратил на то, что тебе на самом деле хотелось, на что тебе хотелось потратить. Иисус просто взрывал, вскрывал просто это мышление лукавое, лицемерное, и Он говорит, это страшно. Берегитесь этой закваски. Берегитесь. Не позвольте себе размышлять таким образом, чтобы и перед людьми хорошо выглядеть, и свое не потерять. Они негодовали, когда Иисус исцелял больного в субботу. Суббота, день покоя. По закону фарисеи прекрасно это знали. Они проповедовали, они учили об этом, они говорили, нельзя ничего делать в субботу. Они негодовали, когда Иисус исцелял больного. А Иисус обозначал их внутренность. И Он говорит, а если вол у вас упадет в яму в субботу, вы ничего не будете делать? Вол, вы представляете, вол упал в яму. Трактор надо. По-другому не вытащишь. Трактора нет. Это значит, надо собрать еще кучу иудеев, которые тоже в субботу не должны ничего делать. Надо как-то с ними договориться. Надо как-то купить их. Надо что-то объяснить. Ты заквашиваешь вокруг себя еще целый ряд людей, которые должны помочь тебе этого вола вытащить. Иисус говорит, и ничего. И у вас все сходится. И у вас все нормально. Однажды они негодовали, когда Иисус прикоснулся к женщине, которая была скрючена десятки лет. Она не могла выпрямиться. Он подошел, прикоснулся, и она выпрямилась. И она исцелилась. И там фарисеи негодовали. А Он спрашивает, а вы своего животного, вола, вы отвязываете? Развязываете вот эту веревку, который привязан к забору, вы отвязываете, чтобы он пошел покушал в субботу? Отвязываете, конечно. А я эту дочь Авраамову, которую дьявол связал уже столько лет, развязал, и вы негодуете? Иисус ненавидел это мышление. Он ненавидел это учение. Он ненавидел эту закваску. И в большей части своего служения на этой земле Он противостоял именно этому мышлению. Я знаю, друзья, что этой закваске фарисейской подвержены не только фарисеи того времени. Ей подвержены и мы, и я. Поэтому я уверен, что Дух Святой обостряет сегодня эту тему. Он показывает нам опасность. Он хочет показать опасность в этом мышлении. Потому что Он не хочет, чтобы мы остались бесплодными. Вы знаете, в чем опасность этого фарисейского мышления? Дело в том, что Христос отдал Себя полностью. И Он, как жених, который готовит невесту к встрече и к совместной вечной жизни, Он, как этот жених, Он ожидает взаимного посвящения невесты. Он ожидает, что мы, которые откликнулись на Его призыв, будем посвящать Себя Господу. Будем посвящать Себя Его делу, Его делам. Что мы будем настолько же ревностны к Нему, как Он оказался ревностный к нам. Но невозможно иметь эту ревность наполовину. Невозможно иметь святость, это отделение для Бога наполовину. Невозможно и там, и там. Иисус говорит, это совершенно разные вещи. Забудьте, у вас никогда не получится служить и Богу, и мамоне. И в Царство Божье идти, заботиться о горнем, и не потерять ничего на земле. Что-то вы будете терять. И ваш выбор, что вы согласитесь терять на этой земле? Ваш выбор, вы захотите остаться перед Богом в хорошем положении и состоянии, и в Его глазах быть праведными, или просто для людей, перед людьми выглядеть правильными. Это фарисейская закваска. Она лишает человека плода. Потому что Божье присутствие никогда не приходит на эту закваску фарисейскую. Вы думаете, почему умер Анания и Сапфира? Это же с тем же самым мышлением. Они принесли, они хотели выглядеть перед людьми хорошо, все жертвуют, и мы пожертвуем. Только они начали лукавить против Духа Святого, о чем Петр сказал, вскрыл. И мы видим результат, они упали замертво. Снова и снова я вижу, насколько Бог противится этой закваске фарисейской, когда люди говорят, внутри имеют одно, а говорят совершенно другое. Я хочу показать вам признаки лицемерия. Признаки лицемерия. Об этих признаках говорил Иисус. Он начал с того, что говорит по этому, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Первый признак фарисейского мышления. Эти люди, они не говорят открыто. Они не говорят в глаза. Они говорят где-то кому-то на ухо. Они говорят в темноте. Это их фон. Это их атмосфера. Они не любят света. Они не любят говорить и решать вопросы открыто. Они научились говорить где-то на чье-то ухо. Они найдут ухо и будут там говорить. Иисус так и показывает это. И он говорит, друзья мои, все, что вы где-то на ухо сказали, однажды будет провозглашено. Опомнитесь! Это мышление порочное. Это мышление, оно не перспективное. Однажды вы просто будете опозорены с таким мышлением. Но люди, заквашенные этой закваской, первый признак, они не говорят человеку в глаза. Они будут говорить где-то, о ком-то, и у них не хватает смелости, чтобы говорить на самом деле с человеком прямо. Другой признак. Лицемера всегда раздражает чья-то инициатива служить Богу. Знаете почему? Потому что он обличается. Потому что он обличается чьей-то ревностью. Он обличается, когда кто-то начинает просто посвящать свою жизнь Богу, этот человек становится как отвес для лицемера. Он просто видит. Пока в атмосфере подобных все как-то потихоньку живут для себя, работают там, служат по чуть-чуть, значит, и Богу все-таки, и нам, чтобы все хорошо было. Пока в такой атмосфере лицемер не выделяется, у него все нормально, у него уютно. Один хвастается перед другим, и он нормально себя чувствует. Но как только в собрании появляется кто-то, кто говорит, братья, мне мало, давайте Богу служить, пойдем что-то сделаем для Господа, давайте вот эту ответственность лучше сделаем, где в глазах начинает загораться какой-то огонек ревности, нового посвящения Богу, лицемер сразу накаляется. Лицемеров раздражают такие люди, потому что они обличение для них. Помните, как написано, что мы запах, который распространяем, мы запах Христов, и для одних этот запах живительный, для тех, кто хочет исполнить волю Божью, а для других смертоносный, они не могут вынести этого. Почему вы думаете, фарисеи иногда хватались за камни, а они скрежетали зубами, они не могли этого вынести. Почему? Потому что Сын Божий говорит, я ничего не хочу для своей жизни, я хочу только одного, я хочу угодить своему небесному Отцу, и я буду делать для этого все. Это для них такое обличение было. Они понимали, Он прав, но им надо было меняться, они не хотели. И поэтому они старались закрыть Ему рот. любым способом. Поэтому их ненависть привела к тому, что они схватили Его, то с обрыва хотели сбросить. Но однажды, когда Он доверился им, чтобы они, сами того не зная, все-таки совершили предназначенное, они повели Его на крест. Их зло, оно просто пригвоздило Иисуса к кресту. Дорогие, ничего нового сегодня нет. Иисус говорил, каждый, слышите, каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Этот мир наполнен фарисеями и лицемерами. Но когда ты начинаешь светить, именно так, к чему ты призван, именно так, как должно быть, когда ты начинаешь светить, этот свет кому-то даст спасение, а кому-то глаза будет резать, потому что будет обличать. И надо будет или меняться, или смиряться, или убить этот источник света. Так было тогда, точно так же и сейчас. Поэтому это очередной признак лицемерия. Лицемера всегда раздражает чья-то инициатива. И третий признак, который я вам покажу. Лицемера всегда напрягает, когда предлагаются какие-то перемены в церкви. Я догадываюсь, почему. Скорее всего, сам лицемер даже не догадывается, почему перемены в церкви так его сильно напрягают. Потому что он не признается себе в этом мышлении. Но я думаю, это потому, что приспосабливаться очень тяжело. Приспосабливаться, это ведь так трудно. Это ведь надо всем объяснить, что то, что ты делаешь, лучше сделать невозможно. То, что ты сделаешь, это только вот так, на этом уровне. Невозможно лучше сделать. Вот это для Бога самое лучшее, что я могу сделать. Это надо убедить всех, это надо объяснить всем, чтобы никто до тебя уже не докапывался, никто тебя больше не подталкивал, больше жертве. Объяснил все, делаешь для Бога чуть-чуть, и живешь нормально для себя. И все нормально, и время свободно, и все получается, и нет напряжения какого-то. И вдруг церковь куда-то поворачивают, и вдруг церковь куда-то увлекают, вдруг Дух Божий ведет куда-то церковь. И все, для лицемера это катастрофа. Это же надо все заново. Это теперь в новой позиции, надо опять придумать себе такое положение, где опять все тебя будут признавать, что ты служишь Богу, потому что ты нормальный христианин, и в то же время ты будешь жить нормально для себя, как все люди. Это большой труд. Это изнуряющий труд, конечно. Поэтому каждого лицемера напрягают все перемены в церкви. Иногда это объясняется другим темпераментом, но каждый темперамент создал Бог, каждый темперамент от Господа. Поэтому я уверен, что дело не в темпераменте. Дело в том, не заквашен ли ты этой фарисейской закваской, этим фарисейским учением, которое учит, которое использует места Писания, которое использует фон святости для того, чтобы узаконить твою своевольную жизнь. Жизнь просто для себя. Друзья мои, фраза знакомая человека, которого пытаются как-то подвинуть дальше в служении Богу или осветить как-то его жизнь, помочь ему в чем-то. И он говорит, да вы не знаете, что внутри меня происходит. Да вы не знаете, вы просто не поймете меня никогда, потому что вы не знаете, что там внутри меня происходит. Я раньше как-то покупался на это и думал, правда, я же не знаю, что там происходит, какие причины, но чем дальше, тем больше я признавал себе, что проблема не во мне, если я не знаю, что внутри происходит. Я стал спрашивать, а почему ты не говоришь, что внутри тебя происходит? А, потому что невыгодно сказать, что внутри меня происходит. Потому что если ты обнаружишь, что внутри тебя происходит, всем будет понятно, что это неправильно, и кто-то предложит тебе решение, Бог предложит тебе выйти из этой ситуации. И тогда тебе надо будет смириться, стать радостным, стать под власть Божию, и делать то, к чему ты призван. Это опасно. Поэтому гораздо мудрее вот в этом фарисейском учении спрятаться за фразой «Вы не знаете, что там внутри меня происходит. Вы не можете меня понять. Поэтому я даже слушать вас не буду». Обиделся, закрылся и ни с кем не хочешь ни о чем говорить. Эта фарисейская закваска, друзья мои, она заквасит все тесто, если ей не противостать. Она уничтожит все плоды вашей жизни, если не взбунтоваться против нее. Меня дочь однажды спросила, «Папа, а если в семье, вот ребенок растет, вот ребенок растет в семье, и он имеет, или она имеет, неправильный пример своих родителей, ведь они формируют ее будущее, или его будущее, и спрашивает у меня, вот у тебя родители неверующие были, вот ты свободен от того мышления, в котором они были?» Я говорю, «Знаешь, я делаю все, чтобы быть свободным, но обнаруживаю снова и снова, что я поступаю так же, как в детстве говорил, я никогда так не буду поступать. Почему-то меня это сформировало, и Дух Божий дал ясный ответ ей, в одном случае, только этот человек имеет шанс не сформироваться в неправильном окружении, если только он будет противостоять этому. Если он просто молчит и внутри понимает, я никогда так не буду поступать, хи-хи, дьявол посмеется просто, он знает, он уже имеет власть в таком человеке. Единственное, единственный способ, чтобы противостать этому мышлению, и чтобы он не сформировал тебя, это если ты называешь вещи своими именами, если ты противостоишь, если ты говоришь свою позицию, тогда да, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Поэтому, когда ты провозглашаешь свою позицию, когда ты противостоишь неправильному мышлению, это не сформирует тебя. Если ты промолчал, это закваска, которая рано или поздно будет тебя разрушать. Как же спастись от этой фарисейской закваски? Первое, посвяти себя Богу. Посвяти себя Богу по-настоящему. Отдай свою жизнь Христу по-настоящему, как Он отдал свою жизнь ради тебя. Не наполовину, не чуть-чуть. Ты скажешь, я не знаю, как это сделать. Я вам подскажу, как это сделать. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Не смотря, сколько тебе это будет стоить. Если ты взял какую-то ответственность, сделай ее для Бога самым лучшим образом. На том месте, на котором Бог тебя поставил в церкви, начни делать лучшее, что ты можешь сделать. Такого человека не надо пинать, такого человека не надо подсказывать. Вот у нас конференция начинается. Это же, это просто церковь, это Бог поднимает церковь и ведет, как раньше, еврейский народ, он вел, столб поднимался и все поднимались. Кто-то занимался, кушать готовил, кто-то, значит, там с ребенком занимался. Ну, представьте, три миллиона народ. Все же занимались своими делами, кто-то на поле что-то делал, кто-то овечек стрик, у кого-то пора одна, другая. Понятно, не бездельники, все работают. Три миллиона, народ огромный. И вдруг столб поднимается. Все, страж кричит, столб поднимается. Это значит, весь еврейский народ, каждый на своем месте, он сворачивает все свои дела, он все быстренько делает, чтобы ничего не бросить. Да, по максимуму, понимает, может быть, что-то и бросит, что-то уже начал готовить, не успею, все, а, пропало, но ничего. Самое важное, самое важное, столб поднялся. Самое важное, Бог двинулся. Нам надо не пропустить. Это самый важный момент. Бог чему-то тебя призывает. Это самый важный момент. И вот конференция. Столб поднялся. Какое-то мероприятие. Столб поднялся. Бог что-то показывает, куда Он хочет привезти церковь. Молитвенное собрание, все, общецерковное. Столб поднялся. Он хочет, чтобы мы двинулись туда. Знаете, когда народ Божий двигался таким образом, когда Он делал все именно таким образом, они были непобедимы. Никто не мог приблизиться. Все в шоке были от этого народа еврейского. Почему? Божье присутствие было там. В этом самый большой смысл. Чтобы Божье присутствие было с нами. Поэтому, если ты что-то делаешь, делай от души, как для Господа. Потому что только на посвященное Богу приходит огонь. Только на посвященное Богу по-настоящему, нелицемерно, приходит благодать Божья, приходит сила Божья. Только туда по-другому не работает. Святость наполовину не работает. Посвящение Богу наполовину не работает. Это просто фарисейство, это просто лицемерие. Иисус говорит, я пришел пронести меч, я разделю все это. Вы будете видеть разницу между служащим Богу и неслужащим Богу. Я сделаю эту разницу. Сегодня сплошь и рядом говорят о последнем времени. То там, то там, ролики всякие, слухи всякие. Последнее время, последнее время, кто-то говорит, в 2001 году, в 2021 году начинается последняя седмина, в 2028 году закончится все. Аллилуйя, Христос придет. Я не знаю, я не исследую все это, но знаете, мое ощущение, что это правда. Мы приближаемся к последнему времени. И возможно, это намного быстрее произойдет, чем всем нам кажется. Драгоценные невеста Христова, Церковь Божья. Давайте очистим себя от фарисейской закваски. Давайте очистим себя от всякого лицемерия. О чем я говорю? Первое, посвяти себя Богу в том деле, которое ты делаешь. А может быть, ты еще вообще никакого дела не делаешь. Просто откровенно живешь для себя. Так начни. Ведь в теле Божьем, как в теле человека, нет ни одного органа, который бы ничего не делал. Написано, что Церковь созидает само себя в любви, при действии, в свою меру каждого члена Церкви. Каждого. Если ты считаешь себя членом Церкви Завета, найди себе дело. Подойди к служителю службы порядка, подойди к лидеру прославления, подойди к лидеру медиаслужения, подойди к любому лидеру. Везде есть определенная ответственность, везде есть определенная нужда. Нет ни одного из вас лишних. Ваше место не было занято и до сих пор не занято, и не будет занято. То, к чему призывает Бог тебя, всегда остается актуальным. И он стучит сегодня в твое сердце. Возьми ответственность, посвяти свою жизнь Богу по-настоящему. Второе. Запрети себе думать одно, а говорить другое. Будь честным. Это твое решение. Написано, мы подчиняем каждую мысль в послушании Христу. Запрети себе думать одно, а говорить другое. Я сегодня открытым тестом говорю на основании Писания. Это фарисейская закваска. Иисус говорит, а теперь говорю друзьям моим, и я говорю, как друзьям своим, не бойтесь. Иисус говорит, не бойтесь. Ничего не бойтесь. Даже к царям вас поведут, Он там говорит, ничего не бойтесь. Почему? Дух Божий даст вам слова, которые сказать. Он даст вам эти слова сказать. Только вы не промолчите. Не бойтесь. Исповедуйте Христа перед людьми. Исповедуйте перед этим миром. Не бойтесь. Чего-то лишиться, не бойтесь. Ведь Бог тогда за вас. Кто может быть против вас? Имей свою честную позицию перед Богом. И Бог благословит тебя. Я хочу помолиться вместе со всеми вами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!